9 месяцев назад я решился обновить свою старую GoPro 5 Black до GoPro 7 Black. Покатав немного с новой камерой, я сделал видео с первыми впечатлениями от этой новой камеры. Теперь же, откатав с ней сезон, два раза побывав в горах с этой камерой, и отсняв больше чем 600 гигов на эту камеру, я хочу сделать еще одно видео про нее и рассказать об опыте использования этой камеры в поле, скажем так. А также потом, ближе к концу, расскажу о том, как вообще можно настроить эту камеру, чтобы получать, наверное, самую лучшую картинку, которую можно получить с любой экшн-камеры. Если вам интересна только эта часть, вот тут вот сейчас на экране тайм-код, на ту часть, там, где я буду рассказывать про кайфовые настройки в GoPro. В том, в первом видео про GoPro я сказал, что стабилизация в этой камере очень крутая, но она перебор для маунтибайка. Откатав с ней целый сезон, к стабилизации я уже привык, потому что картинка с нее не трясется, когда снимаешь с головы. С груди тоже я пробовал снимать. Ну, такое себе, если честно, не хватает стабилизации для съемки с груди, но с головы ее очень даже хватает, и картинка выглядит, как будто снята с дрона. Я к такому видео уже привык. И недавно, посмотрев кадры с пятой GoPro, своей предыдущей GoPro, я подумал, ничего себе, я что, так быстро умел кататься раньше? Че, я куда потерял скиллы, почему я медленнее сейчас катаюсь? Потом сравнил бок о бок видео с пятой GoPro и с седьмой GoPro на одной и той же трассе, примерно на одних всех же условиях. И с седьмой GoPro я на секунду быстрее проехал к трассе. Но из-за стабилизации это выглядело значительно медленнее, по ощущениям. Вот эти два видео бок о бок, и как раз об этом я и говорил в первом видео, то, что стабилизация очень сильно съедает эффект скорости на видео и делает трассу более ровной, чем она есть на самом деле. Особенно это заметно в горах, там, где ты едешь по лютому дубасилову-долбилову, и видео с GoPro как будто ты просто по тротуару едешь вниз. Кому-то это может нравиться, мне это лично не очень нравится. Было бы круто, если бы в этой камере можно было бы настроить степень стабилизации, то есть, допустим, сказать ей, чтобы она не обрезала кадр на 10%, обрезала его на 5%, но стабилизировала бы хуже. Как раз при съемке со шлема это было бы, наверное, идеальная. Настройка в два раза хуже стабилизация, и чуть-чуть шире бы кадр было. Одна из самых странных штук с этой камеры за последние 8 месяцев была эта очень непонятный глюк с буфером стабилизации. Из-за этого глюка из 8 месяцев, в котором у меня была камера, я снимал на нее всего лишь 7 или 6,5 месяцев. В чем суть этого глюка, сейчас объясню, потому что у этой камеры и есть возможность снимать в кодеке H.265. Я с самого начала на него поставил, потому что он более эффективный, чем H.264. Первые, наверное, месяца три не было никаких проблем, она записывала идеально. То есть, каждый раз, когда я нажимаю камеру, идеальная картинка получается всегда стабилизация работает, это все круто. Но в один прекрасный момент, приехав домой после очередной катки на споте, я начал просматривать видос, который я отснял, и заметил, что в одном из видео появился вот такой вот глюк примерно на 10 или на 15 секунде после начала видео. Ну, думал, ладно, немножко непонятная штука, но глюка нового на других видосах из того дня не было. Я отснял около 30 или 40 видосов, и всего лишь на одном видосе такой глюк получился, и видос был не сильно важный. Потом, в следующий раз, я поехал в Бутово кататься, и из 30 с лишним видосов уже 3 видоса было с таким глюком. То есть, этот глюк, он появляется где-то в первые 30 секунд после включения записи на камере. И нету способа посмотреть его на камере, потому что камера показывает превью не с оригинальных файлов, а с более лайтовых прокси-файлов, которые ей легко воспроизвести. И на этих прокси-файлах нету этого глюка. То есть, единственный вариант увидеть этот глюк, либо скачать видео на телефон, либо посмотреть его дома на компьютере. И из 30 видосов уже было 3 глюка. Потом я поехал на гонку в Обнинске, занял второе место, вы видите, что достаточно хороший результат для меня. И тоже на 3 видосов из 30 или 35 тоже был такой глюк. К счастью, ни на финальных заездах, ни на каких-то значимых заездах такого глюка не было. Но все равно это не круто. После этого я написал на форум GoPro об этом глюке. Через какое-то время мне там ответили, что это глюк с буфером стабилизации. Это такой баг. Во многих седьмых и восьмых GoPro присутствует. На тот момент девятки еще не было. Может, в девятке такой же глюк есть. Порекомендовали вручную обновить прошивку через компьютер. Если бы это не помогло, то надо менять GoPro. Другого варианта избавиться от этого глюк нет. В общем, я отдал камеру по гарантии в тот магаз, откуда я ее покупал. Она там у них была месяц, они ее тестировали, что-то с ней делали. В итоге обновили прошивку. Я пробовал снимать в A5 HD65 в кодеке. Какое-то время ничего не было. Все было замечательно, все было хорошо. Потом один раз появился этот глюк. Я решил попробовать снимать в H264 в кодеке. С тех пор этот глюк не появлялся. Я не пробовал снимать в H265 в кодеке опять, потому что не хочу опять встретиться с этим глюком, где будет важный видос. Поэтому я снимаю на менее эффективном кодеке. Вот, так что так. Мне очень приятная история была с этим глюком. Поэтому, если на вашей GoPro появляется похожий глюк, рекомендую прежде, чем отдавать ее в гарантию, попробовать снимать на H264 в кодеке. Если он будет появляться на этом кодеке, тогда ее по-любому надо менять. Дальше. То, что я замечал и с пятой GoPro, и с этой GoPro на холоде, это то, что батарея глючит. То есть иногда я вставляю новую батарею, написано на GoPro, что эта батарея заряжена на 100%, 30 минут поснимал, выключаю камеру, потом какое-то время либо отдыхаю там от катания, либо мы сосиски жарим на споте, либо еще что-то. Короче, какое-то время камера стоит на холоде. Потом включаю, она пишет типа 10% зарядки. Хотя я откатал, там всего 4 спуска сделал. То есть она, ну, в нормальную погоду, она бы съела процентов 10, наверное, от силы. И через какое-то время она пишет, что батарея полностью разряжена, даже снимать не хочет, она сразу выключается. Приезжая домой в тепло, вставляя ту же самую батарею, когда и камера, и сама батарея нагрелась, она нормально записывает и пишет, что там 60% осталось. И это и на оригинальных батареях, и на неоригинальных батареях, и на старых батареях, и на новых батареях. На всех такая штука происходит. Поэтому, ну, единственный вариант иметь в запасе там 3-4 батареи. На такие случаи, если вы снимаете на холоде. На в тепле таких проблем не было. Что я имею в виду на холоде? Это меньше 10 градусов. Диман из будущего тут. Я попробовал съездить, поснимать с этой GoPro в минус 10 градусов. В филдпарк ездил, катался. И глюк этот еще хуже, чем я описал до этого. То есть я снимал на полную батарею, на первую. Где-то, ну, часа, наверное, два. Все нормально было, все четко. Она включалась, потом эта батарея разрядилась. Я поменял новую батарею. С этой батареей, с полностью заряженной батареей, она проснимала 30 секунд. И сказала, нет, батарея разряжена. И мне пришлось вставлять третью батарею. К счастью, на третьей батарее такого глюка не было. И все хорошо. Я доснимал дальше весь день. Но если бы на третьей батарее такой бы глюк был, то я бы не поснимал бы в тот день больше. Я на самом деле не знаю, как в условиях зимы это снимают. Там на сноубордах, на горных лыжах. Отчасти для этого позиционируется эта камера. Для таких экстремальных спортов зимних. Но вот такой вот есть глюк при съемке на достаточно хорошем холоде. Недавно я пробовал снимать ночные таймлапсы на этой камере. И бесит то, что нету ночного таймлапса в видеорежиме. То есть единственный вариант получить ночной таймлапс, это снимать фото. То есть каждый кадр будет записывать отдельно как фотку. И это бесит, если не хочется потом сидеть на компе и долго все это склеивать и обрабатывать этот таймлапс, то единственный вариант снять обычный таймлапс. А в обычном таймлапсе нету функции ночного таймлапса, то что он будет снимать на длинной выдержке, чтобы получить чистую картинку. И плавно изменять настройки, когда солнце встает или наоборот садится. То есть вот эти вот плавные переходы освещенности на ночном таймлапсе он очень хорошо компенсирует их. И вот в этом режиме, в режиме ночного таймлапса нету функции снимать видео. То есть он просто делает папку. Если бы делал папку, он даже папку не делает. Он просто на карту памяти закидывает все эти фотки и, типа, разбирайся, как хочешь. У тебя там получается тысячи две фоток, тысячи две кадров. Ты такой, ааа, если снял несколько таймлапсов, такой, ааа, черт, какие из этих кадров, от какого таймлапса он разбивает их по там нескольких папкам, там GoPro 101, там 102, 103, 104, по нескольким папкам, по тысячам. Фоток такой, потом сидишь за компом и, наверное, еще полчаса разбираешься с этими фотками, какие из этих фоток какому таймлапсу принадлежат и вообще какие, с какими склеивать. Но плюс, когда снимаешь по фоткам, можно включить RAW на каждой из этих фоток, что позволяет добиться очень крутой картинки. И я был очень удивлен, насколько круто эта камера снимает ночной таймлапс, если подходить к этому очень правильно. Я недавно начал увлекаться с фотографией, купил себе экваториальную монтировку, чтобы снимать на длинной выдержке и прицепил на нее параллельно с камерой GoPro. Решил просто попробовать, как она будет снимать. Там, может, широкий угол Млечного Пути, может, прикольно получится. И поставил камеру на как раз-таки ночной таймлапс в RAW режиме и, ну, просто оставил ее на всю ночь. На самом деле, в ту ночь получилось с GoPro картинка значительно более интересная. Вот одна фотка, если склеить кадры со всего таймлапса в один кадр, шум усредняется, и, соответственно, его практически нету, и очень-очень кайфовое качество получается. Ну и плюс тут все кадры откалиброваны dark кадрами. Ну, в принципе, для такой камеры очень даже неплохое качество. Я заметил, когда я снимал вот эту вот штуку, то, что в углу кадра есть яркое пятно. Либо там матрица нагревается очень сильно, и в этом месте из-за этого очень много шума получается на кадре. Либо еще по какой-то причине, но на RAW и на JPEG получается вот такое вот пятно шума, что не очень круто выглядит. Ну, в принципе, это можно откалибровать на обработке с помощью BIOS и dark кадров, и получить достаточно качественный результат. Также, если говорить про таймлапсы, очень сильно бесит, что в обычном видео таймлапсе нету настроек протюна. Я не понимаю, это полный маразм. Почему нету там настройок протюна? Когда камера снимает обычное видео вплоть до 60 кадров в секунду на 4К, и там есть эти настройки. То есть процессор в камере, когда ты снимаешь обычное видео, работает значительно больше, чем когда ты снимаешь 2 кадра в секунду. Сравнись и 60 кадров в секунду в 4К, и 2 кадра в секунду на 4К. Что менее интенсивно для процессора? 2 кадра или 60 кадров? Конечно, 2 кадра менее интенсивно. И по какой-то причине на таймлапсе нету настройка протюна. То есть ты не можешь поставить ни плоский цветовой профиль, ни настроить баланс белого, ты ничего не можешь сделать, и в итоге у тебя получается картинка просто термоядерная какая-то, там лютый контраст, лютая насыщенность, баланс белого просто в жопу куда-то ушел. Ладно, меня бомбит насчет этого очень сильно. Единственный вариант получить хороший таймлапс, это, как я и уже говорил ранее, снимать фото. Фото таймлапса он позволяет и в раве снимать, и с настройками протюна, и вообще как хочешь. Но минус этого то, что потом очень сильно геморроится, надо на обработке с склеиванием этого таймлапса. После того, как я сделал видос с первыми впечатлениями об этой камере, я хотел сделать видео про микрофоны, про то, как получить с GoPro качественный звук, потому что я тогда только начал экспериментировать с ветрозащитой, и были очень интересные результаты для меня тогда. Все в совершенно разных ситуациях, и сейчас хочу немного рассказать об опыте использования этой ветрозащиты, и вообще о том, как получить кайфовый и приятный звук с GoPro. В самой GoPro, что касается звука, есть две настройки. Первая это RAW-аудио, и вторая настройка это выбор микрофонов. Что касается RAW-аудио, у меня RAW-аудио стоит на низком. Что значит GoPro? Параллельно с видеофайлом записывает аудиофайл 32-битный .wav-файл с RAW-аудио со всех микрофонах, встроенных на GoPro. В чем кайф 32-битного аудио? Какой бы громкий звук снаружи не был, все равно уровень сигнала этого звука не будет превышать допустимый сигнал в этом формате. Допустим, я сейчас записываю в 24-битном формате. И если я буду кричать очень громко, то информация этого аудио будет теряться, потому что аудио будет клипать максимальное значение сигнала в 24-битном формате. 32-битный формат поднимает эту планку высоко, и если только вы не записываете какой-нибудь очень громкий звук с очень близкого расстояния, то клипать аудио не будет. Также еще разница RAW-аудио и аудио, вшитого в видеофайл. GoPro очень сильно обрабатывает вшитое в видеофайл аудио. То есть такое ощущение, что GoPro накладывает очень сильный компрессор, что делает очень тихие звуки значительно громче, чем они реально слышатся. То есть громкость звуков в видео кажется нелинейной. Также такое ощущение, что она добавляет эквалайзер с приоритетом на низкие частоты. То есть она добавляет 5-6 дБ к басу, что лично мне не сильно нравится. Единственный косяк RAW-аудио это то, что, как я и сказал ранее, это отдельный файл. И то же самое, что и с таймлапсами ночными. Тут есть дополнительные этапы в монтаже видео. А именно надо закинуть с GoPro отдельные вот эти вот аудиофайлы, синхронизовать их, чуть-чуть изменить разбивку по каналам, чтобы они были нормальные. И поднять гейн на этих дорожках, потому что изначально они очень тихие из-за того, что это 32-битное аудио. Но эти этапы, они того стоят, потому что качество такого звука, оно значительно превышает качество встроенного в GoPro звука. Что касается выбора микрофона, у меня всегда выбран стереомикрофон, так как он дает значительно более естественный звук, чем ветрозащитный микрофон, встроенный в GoPro. Но стереомикрофон более подвержен влиянию ветра. Для меня это не сильная проблема, потому что у меня на камере есть два слоя ветрозащиты. Вот такая вот мохнатка, наклеенная на рамку GoPro в том месте, где у GoPro расположены стереомикрофоны. И вот такой вот ветрозащитный чехол вокруг всей GoPro. Из-за такой ветрозащиты звук со стерео микрофонов получается достаточно качественным, даже на скорости под 50 км в час. Ветрозащита все равно пропускает низкие частоты от ветра. И их приходится фиксить на монтаже, положив хай-пасс на 100 герц и уменьшив басс на 3-4 дБ. В целом звук с такого сетапа меня вполне устраивает, особенно по сравнению со звуком с моей старой пятой GoPro. Разница просто необытима. Кстати, я хотел попробовать, я так и не попробовал. Писать на пятую GoPro с вот этой вот новой рамкой и с ветрозащитой. Интересно, как оно получится. Возможно, в будущем стоит провести этот эксперимент и сделать еще одно видео на этот счет. Многие, смотря на рекламные ролики от GoPro и видите, какая классная картинка в этих роликах, решаются тоже себе купить последнюю, самую новую GoPro за 40 км в тысячу. И очень удивляются, когда картинка с этой новой камеры даже близко не похожа на ту картинку, которую они видели в рекламных роликах. Из-за этого многие люди делают вывод, что GoPro все врет в рекламных роликах и на самом деле они снимают все эти ролики на реды, прикрепленные изолентой к шлему. Но, разумеется, это не так. Потому что, если первое, что вы сделали, когда достали камеру из коробки на спелье на шлем и поехали снимать, качество картинки у GoPro будет примерно соизмеримо с китайскими камерами за 3-4 тысячи рублей. Чтобы реально получить то качество картинки, которое можно получить из этой GoPro, просто надо чуть-чуть покопаться в настройках GoPro и правильно ее настроить, чтобы получить максимум от этой камеры. Потому что по умолчанию камера снимает в автомате. Автомат всегда плохо. Но даже настроив идеально камеру для условий съемки, условия съемки все равно могут не дать камере шанс записать настолько же красивую картинку. Начнем с настроек, потому что большая часть этих настроек, она не сильно зависит от обстоятельств съемки. Эти настройки практически идентичны между 5-й и 7-й GoPro. И, судя по тем видео, которые я видел, об 8-й и 9-й GoPro, там идентичные настройки. И влияют они на картинку точно так же, как и на 7-й. Так, поехали. Прежде всего, нужно, чтобы был включен ProTune на камере. Это дает доступ ко всем этим настройкам и увеличивает битрейт видео, что в свою очередь дает лучшее качество картинки. Далее пойдем по порядку важности настроек. Первое, что надо сделать, это поменять цвет с GoPro Color на плоский. Это сделает картинку более естественной, уменьшит контраст и увеличит динамический диапазон в картинке. Второе, что следует сделать, это скрутить резкость на минимум. Это необходимо делать, потому что эта резкость добавляется программно в камере и всего лишь увеличивает контраст на контрастных краях в картинке. И никак не влияет на количество деталей в картинке. Та резкость, которая стоит по умолчанию в GoPro, выглядит отвратительно. Особенно в низкоконтрастной обстановке с большим количеством деталей. Например, в лесу в паспортную погоду. Вообще, программную резкость надо скручивать на всех камерах, не только на GoPro. Третье, компенсацию экспозиции следует скрутить как минимум на минус 1. В зависимости от ситуации, можно даже и ниже ее поставить. Это связано с тем, что экспонометр в GoPro заточен на работу с цветовым профилем GoPro Color. И при съемке в плоском профиле картинка получается пересвеченная. Как раз примерно на одну ступень. Далее, баланс белого. Я обычно снимаю на улице при естественном освещении, и поэтому использую баланс белого 5000 кельвинов. Если оставить его на автомате, то каждый раз, когда вы будете въезжать с яркого места в тень, камера будет считать, что цветовая температура освещения изменилась, и менять баланс белого, меняя оттенок картинки. Это будет очень палевно, особенно если в кадре есть какие-нибудь цвета, например, зеленые листья в лесу или трава. На ярком солнце они будут одного цвета, они будут выглядеть естественным. Но когда вы въедете в лес, они станут совершенно другого оттенка, и будут выглядеть абсолютно неестественно. Восьмая и девятая GoPro вроде бы стали лучше в плане автоматического баланса белого, но все равно я бы не стал доверять автоматической настройке. В GoPro также еще есть такая настройка баланса белого, называется естественный баланс белого. Насколько я понял, она скручивает насыщенность картинки на минимум и записывает видео в псевдологарифмическом формате. Это было бы круто, если бы у GoPro был бы официальный лад, позволяющий вывести этот лог в Rec.709, а также если бы GoPro писал не 8-битное видео, а 10-битное. Без этих двух факторов использование естественного баланса белого я не рекомендую. Также настройки ISO, это не сильно важные настройки в GoPro, они практически никак не влияют на картинку. У меня обычно стоит минимум 100 и максимум 1600 ISO. Также у GoPro есть ручная настройка выдержки, но ее трогать имеет смысл только если вы снимаете с эндофильтрами в обстановке, где яркость освещения не изменяется. В любых других случаях лучше всего ее оставлять на автомате. Ну, по настройкам это все. Далее, что касается внешних обстоятельств, которые влияют на качество картинки с GoPro, самый главный фактор это яркость света. Чем ярче освещение, тем более качественная картинка будет получаться с GoPro. Это связано с тем, что физический размер матрицы в GoPro очень маленький. И чем меньше матрица в камере, тем хуже она работает при недостаточной освещенности. На картинке с маленькой матрицы раньше появляется шум при недостаточной освещенности, прорисовывается меньше деталей в теневых областях кадра, и в целом картинка начинает сыпаться из-за малого битрейта. Также стабилизатор начинает плохо работать, так как камера поднимает выдержку, пытаясь компенсировать малое количество света, и из-за этого увеличивается размытие движения в кадре, что очень плохо сочетается с цифровой стабилизацией. В общем, в целом, если хотите получить максимально качественную картинку с GoPro, надо снимать в максимально яркой обстановке. Это, наверное, самый важный параметр, чтобы получить качественную картинку с GoPro. Картинка выглядела хотя бы на 80% как в рекламе. Также есть другие параметры, типа съемки в золотой час, то есть когда свет сам по себе выглядит очень красивым. Но это не сильно связано с получением картинки с GoPro, а эти правила, они общие для, в целом, съемки видео, да и фото тоже, поэтому я об этих штуках говорить сейчас не буду. Ну, подытожим мысли об этой камере за сезон использования. Камера за свои деньги топовая, то есть картинка очень приятная, если ее правильно настроить. Было бы очень круто, если бы можно было бы сделать стабу поменьше. При съемке со шлема она убивает ощущение скорости и рельефа. Был приятно удивлен способностями этой камеры в съемке широкоугольной астрофотографии, если иметь правильное оборудование и с умом обрабатывать кадр. Обновляться до 9 GoPro у меня желаний нету никакого. Они не добавили тех фичек, которые мне бы хотелось увидеть в новой камере, а по качеству картинки она практически такая же. 5K видео это бесполезный гиммик, который нельзя использовать в реальном мире. Цена просто заоблачная, 42 тысячи за камеру, которая снимает так же, как и камера за 23 тысячи. Поэтому по мне 9 GoPro в данном случае не имеет никакого смысла. Интересно было бы попробовать широкоугольный объектив для 9 GoPro, но судя по видео, которое у меня смотрел, эта тоже штука достаточно бесполезная, потому что не позволяет снимать на разрешениях больше, чем 2,7K. То есть 4K не получается снять, и стабилизация как-то тоже непонятно с ним работает. Слишком опять крутая. Они пошли, видимо, с этой новой камерой в сторону увеличения маркетинговых терминах, типа там более крутая у нас стабилизация, теперь есть 5K видео, супер фотографии, мы можем снимать на эту камеру. Но по факту, если смотреть чисто на то, что важно в видеокамере, и качество картинки, качество картинки в этой новой камере практически никак не изменилось с 2014 года, когда вышло 4 Black GoPro. То есть если поставить эти две камеры бок о бок в статичном положении и записывать практически любую сцену, то качество с 4 Black и с новой 9 Black камеры, качество вот этого видео, ну, будет практически идентичное. Также, возможно, с 9 камеры в низкоосвещенности будет хуже качество видео, потому что они пытались еще впихнуть больше мегапикселей в этот маленький бедный сенсор, и, соответственно, из-за этого количество шума в низкоосвещенности увеличивается еще больше. Ну, так что да, наверное, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.